Казахстан 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 Уважаемые участники саммита, Казахстан поддерживает принятый глобальный документ о развитии нашей планеты. Принятие целей устойчивого развития предвещает поворотный момент для стран и народов мира. Итоговый документ нашего саммита станет поистине глобальным путеводителем развития процветания на Земле. Основная ответственность за реализацию целей устойчивого развития лежит на национальных правительствах. Цели и ориентиры нового документа ООН полностью совпадают с приоритетными задачами Казахстана, которые мы решаем на будущее. Нашим ответом будут современные вызовы, принятые в стране стратегией Казахстан-2050, цель которой – вхождение страны в число 30 самых развитых государств мира. Мы реализуем план нации «Пять институциональных реформ». Он направлен на модернизацию аппарата государственного управления, совершенствие работы гражданских правовых институтов, дальнейшую индустриализацию экономики и открытого правительства. Важным для стран Евразии является возрождение экономики Великого Шелкового Пути в современном уровне. Это пронесет благо многим странам, сокращая транзит из Азиатско-Тихьянского региона в Европу. Казахстан прокладывает его инфраструктуру. Мы построили железнодорожные и автомобильные трассы, соединяющие через Казахстан, Тихий океан Европы, Ближним Востоком. Наша страна, не имеющая выхода в моря, теперь стала транзитной территорией именно с выходом в эти моря. Настало время сплотиться вокруг идеи Большой Евразии, которая объединит в единый интеграционный проект 21 века Евразийский экономический союз, экономический пояс Шелкового Пути и Европейский союз. В мире растет разрыв между бедными и богатыми. Негативный тренд усугубляется конфликтами в странах Ближнего Востока, Африки и Азии. Нынешний миграционный кризис связан не только с войнами, но и с дисбалансами развития. В 21 веке успешные государства будут отличать не арсеналы вооружения, способны сгенерировать передовые идеи, создавать орбиту протяжения. Согласно Стокгольмскому институту исследования проблем мира, в прошлом 2014 году совокупные военные расходы всех государств превысили 1,7 трлн долларов или порядка 2,3% мирового ВВП. Поэтому, для того, чтобы обеспечить принятую нами программу большими финансами, которые необходимы, я еще раз выдвигаю предложение о бежегодном перечислении каждым государством 1% от своего оборонного бюджета в специальный фонд ООН на цели устойчивого развития. Это поможет выполнению принятого нами плана развития. Дорогие друзья, сегодня история вновь дает нам шанс объединиться во имя общего светлого будущего. Лучшее, что мы можем сделать, это не дать надеждам человечество разбиться, а рифы современных угроз и вызовов. Казахстан готов приложить все усилия, ресурсы в дело глобального развития. Я желаю в этом успехов, благополучия всем странам мира.